здравствуйте в эфире программа территория здоровья с вами инесса потапова после травмы инсульта онкологии или хронических болезней людям тяжело вернуться к обычной жизни чтобы снова начать двигаться разговаривать и справляться с повседневными задачами многим необходима медицинская реабилитация о том где ее можно пройти и как она оказывается смотрите далее в чувашии выстроена трехэтапная система реабилитации первый этап это круглосуточный стационар все пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения вне зависимости от тяжести инсульта вначале поступают в палаты интенсивной терапии и реанимации где кроме диагностики проведения лекарственной терапии стабилизации жизненно важных функций а также при необходимости проведения нейрохирургических или рентген эндоваскулярных вмешательств начинается ранее реабилитация ежегодно в россии фиксируется до 500 тысяч новых инсультов в результате заболевания у людей может возникнуть инвалидность чтобы избежать осложнений важно начать восстановление как можно раньше например реабилитация после инсульта в первые сутки снижает риск развития пролеча 80 процентов пациент которые перенесли инсульт на второй этап регуляции примерно 10-15 процентов пациенты с черепно-мозговой травмой последствиями и остальные это спинальная травма это может быть паркинсонизм рассеянный склероз ну и другие неврологические заболевания в составлении программы реабилитации участвует сразу несколько врачей разных специальностей неврологи реабилитологи терапевты и хирурги психологи врачи уфк физиотерапевты и эрготерапевты к процессу при необходимости подключаются и более узкие специалисты потому что последствия болезни и травм индивидуальны в конце 19 века шведский доктор густав цандр разработал целый ряд терапевтических механизмов для избавления от физических недостатков нарушений и недугов например этот тренажер предназначен для снятия усталости и напряжения данный механизм измерял и отображал контуры туловища и изгибы позвоночника а это устройство для выравнивания грудной клетки машины цандера стали сенсацией на выставке столетия вскоре они нашли применение в санаториях и оздоровительных клубах по всему миру еще одно необычное устройство презентовал доктор кларк в 1878 году это спиной аппарат чтобы люди с проблемами в спине могли ходить несколько минут в день на самом деле деревянный каркас был таким тяжелым что даже здоровый человек был не в состоянии сделать и пару шагов не говоря уже о пациентах с больным позвоночником в настоящее время не допустить утраты функций организма медикам и пациентам помогает новейшее реабилитационное оборудование которое поступает в рамках нацпроекта здравоохранения его используют на втором и третьих этапах реабилитации для восстановления мелкой моторики пальцев мы принимаем как активную реабилитацию с перчаткой когда есть собственные движения минимальные какие-то мы их улучшаем с помощью биологической обратной связи и использованием перчатки а также если нету совсем движения то мы используем пассивную разработку на оборудование которое позволяет восстановить мелкую моторику умная перчатка используется для реабилитации пациентов с повреждениями головного и спинного мозга восстановление моторики рук после перенесенных операций и травм процесс проводится в игровой форме что позволяет поддержать у пациента высокий уровень мотивации для восстановления навыков движения тренировки равновесия используют специальные тренажеры локоматы артромоты стабилоплатформу и другое оборудование очень хорошо проходим мы лечебную гимнастику там тоже все и ходим пешком все очень много очень хорошо все задействовано руку разработал руку разработал вот пальчик один сработал вот могу показать видите вот а вообще ничего не сделано для нас все вот эти вот для нас и думаю что пойду ногами восстановить навыки самообслуживания научиться держать столовые приборы готовить еду и одеваться пациента помогает эрготерапия меня был инсуга у мозга меня не открывалась один глаз мне все время тянуло правую сторону я плохо разговаривала буквально за 14 дней меня поставили на ноги здесь я вот учусь мелкой моторики значит вот как расстегивать правильно паковички как застегивать помельче здесь вот мы учимся как их правильно шить и много много очень нам дают знаний много дают нас нас нами занимаются я когда поступила меня в глазах дворилась сейчас меня в глазах не творится каждому пациенту составляется индивидуальная программа реабилитации учитывается возраст тяжесть состояния сопутствующие заболевания вид нарушений двигательной активности социальная активность образ жизни до болезни и когнитивные возможности мужчины работают тоже мелкую моторику восстанавливают посредством привычных действий отвертка минуты наборы есть для мелкой моторики для восстановления функции движения руки данный пациент подготавливает руку к письму после перенесенного инсульта пациенты которые уже неплохо восстановили мелкую моторику занимаются уже дальше шлифуют мелкую моторику некоторые приходят сюда как кабинет антистресса это те пациенты у которых уже нету крупных больших отклонений после болезни может измениться голос страдать артикуляция возникать сложности понимания речи и подбора слов нарушится чтение и письмо восстановлением этих функций занимается медицинский логопед работу высших психических функций памяти внимания мышления восприятия проверяет и составляет программу занятий психолог после перенесенной коронавирусной инфекции пациенты тоже нуждаются в реабилитации пройти ее можно в городской клинической больнице номер один первой городской больнице имени осипова или в санаториях я перенесла два раза коронавирус для улучшения памяти рисовали раскрашивали нам давали сканворд распечатали мы этим занимались а потом также учила техники правильного дыхания для легких и конечно это все очень хорошо помогало кроме этого для полноценной реабилитации используется множество факторов грязелечение ингаляции ароматерапия различные виды магнитов соляная пещера водолечения пациент находится в ванне с приятной комфортной для тела водой и одновременно медицинская сестра проводит ему массаж струей воды под давлением причем давление может меняться от двух до четырех с половиной бар в зависимости от того какую область массируем как выражена подкожно-жировая клетчатка и какие ощущения испытывает наш пациент данная процедура показана при заболеваниях опорно-двигательного аппарата при заболеваниях нервной системы при заболеваниях пищеварительного тракта мы используем ее в программах реабилитации в частности реабилитации после коронавирусной инфекции реабилитации при соматических заболеваниях и в то же время эта процедура обладает мощным профилактическим эффектом чтобы реабилитация была эффективной она должна быть последовательной между курсами в реабилитационном центре участковый врач может направить пациента на процедуры в дневной стационар или в поликлинику низкоинтенсивный лазер мы используем достаточно широко опять же для лечения опорно-двигательного аппарата для проведения общих процедур через кожного лазерного облучения крови для лечения различных кожных заболеваний неврологических заболеваний периферического профиля вот и активно используется оксигенотерапия как общая процедура для поднятия иммунитета улучшения работы пищеваритного тракта за месяц через амбулаторное отделение медицинской реабилитации ГКБ номер 1 проходит более 150 пациентов планируется, что пропускная мощность будет увеличена более 2000 пациентов в год также в ближайшее время здесь ожидают поступления нового современного оборудования ПРП-терапия должна поступить к нам это оборудование в первую очередь нам будет использоваться для лечения и восстановления заболеваний опорно-двигательного аппарата в дальнейшем планируем использовать его для лечения заболеваний уже по другим профилям то есть нейрохирургический профиль пациентов неврологический профиль пациентов гастроэнтерологический ну и различные другие терапевтические заболевания думаю, со временем мы освоим мы сможем внедрить именно плазмоплазму ПРП-терапию лечение аутоплазмой вот, потом криокамера должна поступить представляет из себя баню из двух секций, скажем так в одном секторе у нас температура охлаждения до минус 60 градусов во втором блоке до минус 160 градусов длительность процедуры порядка 2-4 минут вот, происходит активная активация периферического кровообращения периферической нервной системы вегетативная нервная система активируется очень сильно за счет этого достигается терапевтический эффект благодаря правильно подобранной медицинской реабилитации пациенты быстрее возвращаются к активному полноценному образу жизни и значительно улучшают здоровье помимо отпечатков пальцев отпечаток языка также уникален у каждого человека возможно, в будущем эту особенность удастся использовать в качестве индивидуального идентификатора Печень обладает суперспособностью отрастать заново Печень может полностью восстановить свой размер после удаления 75% органов Самый большой орган – это кожа У взрослых людей ее площадь составляет около 2 квадратных метров Кожа постоянно обновляется За всю жизнь человек сбрасывает примерно 18 кг кожи О главных направлениях развития здравоохранения об уникальных специалистах и технологиях поговорим в следующих выпусках программы Берегите себя и до встречи на территории здоровья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова